Музыка Очередное уничтожение 20 тонн контрафактной продукции теперь не вызывает такого удивления. Под прицелом таможенников вновь сыр. Только на этот раз не удалось установить даже место производства. Известно лишь, что на Оренбургскую таможню контрабанда попала еще в апреле. На сегодняшний день у нас есть информация о том, что некачественные продукции заводятся. И стран, которые находятся под запретом ввоза товаров, перемаркировываются в известных производителях. Марка «Российский сыр» оказалась особенно популярна среди контрабандистов. Напомним, что 5 октября на полигоне в Подгородной Покровке землей сравняли первую партию этого товара. Он оказался не только незаконно ввезенным, но и не соответствовал техническим регламентам на молоко и молочную продукцию. То есть попросту не пригоден для питания. Силами трех служб – это службы судебных приставов, Оренбургской таможни и Россельхознадзора. Производится второй этап ликвидации данного, не соответствующего ГОСТом сыром. Нужно сказать, что это не последний этап. После решения арбитражного суда очередного мы будем проводить еще таких подобных. Четыре этапа после того, как весь сыр, который сейчас находится на территории Оренбургской таможни, будет уничтожен. Череда экспертиз, проверок и судебных процедур затянула процесс на целых полгода. Судьба сыроподобной продукции – это только одна сторона медали. Долгие месяцы за свои права боролись сами поставщики злополучного сыра. Заказчик при осуществлении договора с нами о перевозке на территорию Российской Федерации не уведомлял нас о том, что товар контрафактный. В течение полугода проживали на собственных средствах здесь наши водители с отстранственными средствами, которые находились возле таможенного управления. Наличие украинской упаковки, заверяют специалисты таможни, не дает основанию утверждать, что сыр произведен именно там. Товар, перед тем, как попасть в Оренбургскую область, прошел ряд складов. Был перемаркирован, поэтому выводы о стране производители, по крайней мере, в ближайшее время, сделать нельзя. В итоге около 120 тонн контрафактного сыра будут ликвидированы в нашей области. В своей очереди ждут еще четыре фуры. Наталья Громаковская, Иван Карчин, Городской телеканал ЮТВ.